А сейчас поговорим о большой перезагрузке в сфере агроэкотуризма. Новый указ президента отменяет уведомительный принцип для развития такого бизнеса на селе, заменив его разрешительным. Теперь те, кто давно развивает инфраструктуру в деревне, обязаны получить разрешение от местных органов власти, а в случае организации банкетов еще и от соседей в письменном виде. Шума однозначно будет меньше, а вот содержательных программ добавят. Мастер-классы по возрождению местных традиций белорусского фольклора – это направление освоит все, кто пока ограничивался лишь приемом гостей и организацией праздников. Юлия Алферова продолжит. Это архангельское козульное тесто, расписывается асингом, он не тяжелый, его может сделать даже маленький ребенок-первоклассник. Наполнить содержанием отдых на природе – эту идею Анжела и Максим воплотили в жизнь 7 лет назад, сменив городские пейзажи на деревенские. Сразу начали с расширения площадей, первым делом построили дом-музей. Здесь целевой кредит на льготных условиях пришелся, кстати. Те льготы, которые были в плане налоговые, они, безусловно, были плюс, потому что начинать всегда тяжело. И, конечно, когда при этом еще нужно выделять большую часть на налоги или какие-то другие вопросы, это еще осложняет работу. Поэтому, конечно, это было очень хорошо. Вопрос кредита, он тоже был очень актуальный, потому что многие усадьбы начинали в таких условиях, в которых требовались вложения. А вот экспонаты собирали всей деревней. Нашлась и масленка, и традиционные белорусские костюмы. Можно трогать и даже мерить. Многие из них идут в дело во время мастер-классов. Мастер-класс каждому празднику приурочен. Если это масленица, мы рассказываем, что проходит на масленице, какая музыка звучит, дети сожжат музыку, какие костюмы, какие игры. И в завершение идет мастер-класс. Детки сделали масло и забрали с собой масленицу. Вот мы привезли масло, домашнее настоящее. Национальный колорит возрождения местных традиций сегодня это фишка агроусадьбы. Но развлекают гостей не только самобытно. Своеобразный контактный зоопарк расширяют с каждым годом, добавляя и инфраструктуры. Школьники едут целыми автобусами, а до пандемии принимали и иностранцев. Отдыхали в белорусской деревне гости из Таиланда, Мексики, Израиля, Румынии, Италии. Интерес есть. Хорошо говорят практики, что новый указ защищает права тех, кто нацелен на развитие белорусской глубинки. С 2006-го, когда было принято решение о поддержке агроэкотуризма, количество агроусадьев выросло с 50 до 3000. Но не все уехали развивать деревни. Многие, прикрываясь этой деятельностью, под Минском открыли гостиничный или ресторанный бизнес. Теперь же придется привести в соответствие реальную деятельность той, что заявлено на документах. С вступлением в силу нового указа о развитии агроэкотуризма гостиницы и рестораны закрывать никто не будет. Но и о налоговых льготах в таком случае придется забыть. Речь не только о новичках. Уведомительный принцип работы усадеб новым указом заменили на разрешительный. Их выдача в зоне ответственности местной власти. С них же как что и спросят. Построили гостиницы, ради бога, я не против. Но платите налоги, как все гостиничные комплексы. Построили рестораны, шикарные на природе, тоже не против. И кафе, и рестораны пусть будут. Но платите налоги, как весь ресторанный бизнес. Нет, они же льготы имеют. И оформили себя как агроэкотуризм. И все нормально. Ну, что к ним предъявлять претензии? Мы сами в этом виноваты. Мы должны были заметить этот процесс в корне, в самом начале. Очевидно, впереди большая перезагрузка всей отрасли. Действующим агроусадьбам дадут время исправить недочеты и привести в соответствие имеющуюся базу до 1 июля 2023-го. Что требуется четко прописано в законе. От количества комнат для проживания до видов оказываемых услуг. Разрешительный принцип, он действует на все, без исключения субъектов агроэкотуризма. Для тех, кто нарушает, конечно же, им будет сделано предупреждение, что их деятельность не соответствует. Установлено требованием. И, соответственно, им будет дано время на то, чтобы устранить эти недостатки. Если же по прошествии определенного периода они так и не созволили получить разрешение, значит, может рассматриваться вопрос о прекращении их деятельности. Разрешение в письменном виде теперь придется брать и у соседей в случае проведения шумных праздников. Мера назрела после многочисленных жалоб. Последние годы все же стало громче не в деревне и на хуторах, а в плотной частной застройке. Сегодня, чтобы провести какие-то массовые мероприятия, нужно будет, например, согласовать со своими соседями в письменном виде, что соседи не против проведения. И тем самым, безусловно, это уже не так часто получится, потому что соседи здесь какой-то процесс регулирования тоже смогут оказывать. Для тех, кто развивает агроэкотуризм, в Беларуси указ не добавляет коренных новаций, скорее упорядочивает деятельность, отчасти закрепляя и гарантии, и сохраняя льготы в кредитовании и налогообложении. А что еще так важно, белорусский колорит, возрождение местных традиций и белорусского фольклора агроусадебами теперь тоже прописано законодательно. Юлия Алферова, Виталий Селявка, агентство теленовостей. Агентство теленовостей.